Как ты говоришь, что снежный шторм называется? То ли обвизор, но я не могу. И что это такое, снежный шторм? Ну, это когда это самая буря, и оно ветер, и снег, и это шторм такой. То есть ты даже капота машины не видишь, ни то, что там... А как же ты едешь? Ну вот, я нет, я не умею, Гарри только... А как же он едет, если ничего не видно? Ну, вот он человек из Миннесоты, он понимает, как ехать, что... Ну вот хоть какое-то желтенькое, ничего не видно? Ну вот, желтенькое, тут снега же и лед. Ты когда зимой, вот сейчас, оно будет греметь. Ты вот так попадаешь, и оно начинает... Нет, здесь нет такого... Оно всегда торопит. А, когда ты на обочину съезжаешь, ага? Дорогу, да. То есть вот это ты чувствуешь, что да, ты уже где-то не там. Вот, а когда... Ну, он просто понимает, потому что... Ну, я даже не понимала... Не, ну как можно понимать, если ты ничего не видишь? Я не знаю. Я когда еду, когда стеной дождь, я вообще ничего не вижу. Да, да. И как ехать? Ну вот так вот мы ехали в Миннеаполис, был сильный шторм, она надо было ехать, потому что у нас завтра интервью на Гринкарту. И быстро вы ехали? Нет, он ехал медленно, конечно, но я вообще, я не въезжала к тем, я даже не понимала, где мы... Все кругом белое? Все белое, все вот так вот метет. У него эти... Ну, дворники-то, наверное, ну, может, работали, уже не помню. Уже не важно, работают, не работают. Ты же точно не помню. Я знаю, что я ехала, я просто думала, господи, дай бог нам доехать. Ну, мы как бы проехали, может быть, полчаса так, и потом пошло более нормально уже, знаешь, чуть-чуть, ну, ну, как прям кусками вот так шторм. Ну, это не так, чтобы постоянно, вот так что... А какой тут дождливый, ну, дождь, когда шторм, тут тоже просто капец тоже, что бывает. Ну, я думаю, у вас там такое... Прямо стеной, да? Стена вот так стоит, ты ничего не видишь, ты едешь 30 миль в час, у тебя эти дворники вот так работают, и ты просто думаешь, господи... Я подскажу тебе секрет. Берешь свою камеру, берешь свой телефон, вешаешь сюда, включаешь, и через телефон, через камеру видно дорогу. Так ее не видно, вот так ее не видно, когда дождь. А включаешь камеру, и ты видишь дорогу. Ой, спасибо большое. Это так удивительно. У меня еще когда был фотоаппарат, он вообще какой-то, он так мощно просвечивал. Я тоже ехала, помню, из Майами, и вот ехала по полям, по лугам, поехала специально не по побережью, и вдруг вот этот просто штормин, ветер... У меня даже где-то на видео есть. И у меня снимала, и она снимала, и когда я смотрю видео, дорогу прекрасно видно, а я еду, мне вообще ничего не видно. И вот я смотрела в камеру, и так я ехала. Да, да, шторм это очень страшно. Я вот на работу бывает еду, туманность такая, или просто, ну, стоит, вот просто ты не видишь, ты тоже едешь, ты только чувствуешь, ну, так-то ты чуть-чуть видишь вперед, но чувствуешь, что машина прибежит, значит, ты уже или на середину выехал. Повернись налево. Ну, зимой здесь не очень интересно, конечно. Не, ну все равно кайфово. Все равно какой-то, да, все равно что-то такое. И если тебе вот нужно по скоростной трассе, то лучше, конечно, остаться дома. Ну, понятно, понятно, поберечься, да. Да. Вот во всем в этом есть, ну, понятно, какой-то адреналин, да, понятно. Адреналин, да, там, где есть какая-то угроза жизни и какой-то риск, да, понятно. Но в этом тоже есть определенный кайф. Да, да. Я, как тебе сказать, я не люблю холод, я не люблю морозы, но вот я бы с удовольствием проехалась бы по... Ой, как красивое озеро, какое большое. Это же штат, где более 100 тысяч озер. И даже на знаке на машинах, на знаках везде написано 100 тысяч озер. Там магазинчик внутри есть? Да, да, это заправка. Это заправка, там магазинчик. А вот сюда, ну, где мы тут? Мы, может, где-то рыбу тут брали вчера, не помню, в каком она. Где-то там, вон у меня. А можно помыть? Окна, да, мы сейчас будем мыть окна.